МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Туристический сезон в Иркутской области продолжается. Еще как минимум месяц на Байкале и в крупных городах региона можно будет встретить путешественников. Но порой найти достопримечательности города бывает сложно. Особенно туристам, которые вынуждены ориентироваться лишь по городским указателям. Именно такой путь сегодня проделала наш корреспондент. Что из этого вышло, узнаете прямо сейчас. Тяжелый рюкзак, панамка и фотоаппарат. Вместе с этим набором я прилетела из Петербурга в Иркутск. Сразу после аэропорта поехала к памятнику туристу. Так что это первая увиденная мною достопримечательность. Сегодня я хочу увидеть сразу все самые лучшие места Иркутска. Но задачу я решила усложнить. Карты покупать не стала, а интернет выключила. Поэтому ориентироваться будут только по указателям и советам прохожих. Здесь же у памятника обратилась к местным жителям с просьбой о помощи. Посоветовали начать маршрут с зеленой линии. Благодаря ей можно пройти 30 достопримечательностей. Напрягаться при таком путешествии особо не нужно. Опустил голову вниз, нашел зеленую разметку и идешь, созерцаешь лучшие виды. Она действительно обходит прямо весь Иркутск. И в какой бы точке ты ни был, ты можешь к ней присоединиться и продолжить свой путь. Маршрут начинается на набережной у памятника Александра Третьему. Разметку видно хорошо и все понятно без карт. Рядом нашла информационный стенд. Если текста на нем для вас маловато, можно воспользоваться аудиогидом. Немного нарушила правила с интернетом и проверила его. Работает. Следуем за линией и дальше. Но где-то тут уже начались проблемы. Линия пропала. Раньше она очень хорошо проходила по этой чудесной плитке. Однако, видимо, поскольку совсем недавно положили новую дорогу, она немного подстерлась. В таком случае забываем про линию и изучаем стенд. Благо здесь карта нарисована. Правда, где-то его решили украсить граффити местные вандалы. Изобразительное искусство – вещь, может быть, и хорошая. Но мне, как человеку приезжему, видеть бы его здесь не хотелось. В каких-то местах линия стала немного даже сводить с ума. Где-то она есть, а где-то обрывается. В таких рисунках на асфальте после долгой прогулки начинаешь видеть что-то абсурдное. Тот, кто рисовал зеленую линию, возможно, пытается пообщаться с нами на азбуке Морзе. На асфальте то появляются длинные черточки, то точки. В общем, куда идти дальше непонятно. Нашли вот такие указатели. Видите надписи? Они есть. Ну, по крайней мере, должны быть. Кажется, афоризм Наполеона нашел воплощение. В России нет дорог. Есть только направление. Во время долгой прогулки задумываешься и о приземленных вещах. Я гуляю по Иркутску уже как минимум пару часов и пока не встретила ни одного туалета. У нас в Петербурге на каждом углу вот такие вот синие будочки с надписью «туалет». И везде понятно. А вот тут мы тоже уже километр, наверное, идем. Мы тоже уже два часа ходим. Не видели еще ни разу. Там где-то есть? На набережке. И правда, прямо в начале нашего маршрута был общественный туалет. Возвращаемся обратно. В моем родном городе туалеты бесплатные. Здесь же мне придется заплатить 30 рублей. Ну, а куда деваться? Продолжила маршрут по остальным местам зеленой линии, но уже самостоятельно. Они находятся рядом друг с другом, поэтому без труда нашла каждый. Да еще и отзывчивые местные жители всегда помогали с поиском. Крестовоздвиженская церковь – последняя достопримечательность зеленого маршрута. Здесь я и закончу свое путешествие. От этой остановки я отправлюсь в аэропорт. Оттуда – в дождливый Петербург. Столица Прибайкалья однозначно заняла место в моем туристическом сердце. И я не раз еще сюда вернусь. Правда, с интернетом и картами. В Якутии сохраняется сложная пожароопасная обстановка. За прошедшие сутки в регионе тушили возгорания на территории более 150 тысяч гектаров. К борьбе с огнем привлечены спасатели из соседних регионов, в том числе и из Бурятии. Сейчас на месте работает 92 наших специалиста. Однако этого не хватает. На помощь отправилась еще одна группа. Обстановка в Якутии с лесными пожарами оставляет желать лучшего. Там, по данным экспертов, горит более 150 тысяч гектаров леса. Сами потушить разбушевавшуюся огненную стихию местные спасатели не в силах. В борьбе с огнем уже задействованы сотни специалистов из разных регионов. Но сил по-прежнему не хватает. Сегодня к ним на помощь отправляется дополнительная группировка лесного спецназа Забайкальской базы авиационной охраны лесов. В составе 20 человек. Обстановка сложная, говорят. Но если затребовались дополнительные силы, то, значит, хорошая горимость. Но мы сейчас прилетим на место, там встретимся с руководителями штабов. И нам поставят задачи, и мы полетим их выполнять. Выполнять задачи 20 специалистам Хоринского, Баргузинского и Закаменского авиаотделений придется в труднодоступных местах. Многие уже не первый раз выдвигаются в Якутию. Берут в основном только самое необходимое. Тушить пожары будут как с воздуха, так и на земле. Я был в прошлый год на тушении крупных пожаров. Обстановка бывала сложная, но бывала и не сложная. Но справлялись как могли, помогали нашим братьям. С конца июня в Якутии продолжают работать 92 специалиста парашютно-десантной службы Бурятии. Еще 20 задействованы в Хабаровском крае. Сейчас в этих двух регионах сохраняется сложная лесопожарная обстановка. Введены режимы чрезвычайной ситуации. Сейчас непосредственно у нас работают 112 человек именно на территории Якутии и Хабаровского края. А вместе с ребятами, которых мы сегодня отправляем, будет 132. Даже с учетом выбывающих сил ребят, которые сегодня улетают, у нас остается только в авиабазе порядка 160 человек. То, что мы оказываем помощь, у нас есть кому тушить, есть кому за нашими лесами смотреть. Между тем, по словам руководителя Забайкальской базы, на сегодня в Бурятии складывается благополучная лесопожарная ситуация. Из-за периодических осадков класс опасности остается низким. И все же на всей территории республики продолжает действовать особый противопожарный режим. Во избежание непредвиденных возгораний специалисты напоминают, что разведение костров, сжигание сухой травы, порубочных остатков запрещено. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей. Базыра Юшеев, Восточный Альянс, Бурятия. Якутские разработки на службе вооруженных сил. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023», который проходит в подмосковных Кубинках, якутские компании представили свои новинки. Масштабный форум проходит уже в девятый раз и традиционно собирает тысячи участников из десятков стран. Подробности у Максима Кордозу. Инновации, мощь и прогресс. На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» представлено лучшее, что может предложить оборонно-промышленный комплекс России и наши зарубежные партнеры. Полторы тысячи предприятий, десятки тысяч образцов продукции. Павильоны выставки поражают своим разнообразием. На форуме представлена и боевая техника. Это, например, основной российский танк «Армата Т-14». У него необитаемая башня. И при конструкции разработчики сделали упор на безопасность. экипажа. Он находится в своеобразной капсуле и дополнительно защищен. Выглядит внушительно. Очень современная техника вся. То есть все то, что нужно нам на передовой для участия в СВО. Здесь просто колоссальная расширенная линейка всяких беспилотников, квадрокоптеров начиная, потом средства электронной борьбы. Техники просто много. Якутия также представлена на форуме. Компания «Хатутент» привезла на международную площадку свои разработки. Это костюмы и другая экипировка, позволяющая солдатам или целым сооружениям стать невидимыми для тепловизионного оборудования противника. Причем якутское ноу-хау уже активно применяется в зоне СВО. Мы научились именно сохранять тепло. И, как говорится, если мы сохраняем тепло, тепло не выходит, то тепловизор нас, естественно, не видит. Естественно, вся наша продукция – это скрытие от тепловизионного оборудования. Не важно, какого, от боевых прицелов, от обычных тепловизоров, от бытовых, от военных тепловизоров, тепловизоров стационарных, мобильных, на квадрокоптерах, на БПЛА, на танках. Мы все это закрываем. Уже те разговоры, которые мы ведем и слышим вокруг нашей экспозиции, они очень профессиональны. Они имеют военную направленность. Сегодня уже подходят к нам военные специалисты, представители командования различных видов войск, которые видят в этом необходимость и перспективу в нашей продукции. И поэтому мы сегодня уже на форуме «Армия» не новички, нас узнают. Также специалистов заинтересовали и снегоболотоходы компания «ЕКТ-Сокол», которые собирают в Якутске. Квадроциклы уже зарекомендовали себя в зоне СВО как мощная техника, которая не боится никаких преград. Представили на форуме «Армия-2023» свои разработки и ученые Северо-Восточного федерального университета в области бронезащиты. Также на площадке Якутии можно было увидеть дроны, которые собирают у нас в республике. Форум продлится до 20 августа. Посетить выставочную часть могут все желающие. В Элисте юные грации собрались на учебно-тренировочные сборы под руководством олимпийской чемпионки Алины Макаренко. В них принимают участие более сотни спортсменок от 8 до 16 лет из Челябинска, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Краснодара, Астрахани, Москвы и Уфы. В течение недели гимнастки проработают классическую хореографию, танцевальную подготовку, акробатику, сценическое мастерство, арт-терапию, общую и специальную физическую тренировку. Подготовка к соревновательному сезону направлена в первую очередь на повышение уровня спортивного мастерства гимнасток и обмена опытом. Занятия проводят профессиональные хореографы, тренеры и педагоги. Эти сборы очень важны, они ежегодные и я счастлива, что они проходят именно тут, потому что у детей, у многих детей есть возможность подтянуться, прибавить, посмотреть на других. Я привожу специалистов, которые тоже работают в сборной России, в центре олимпийской подготовки в Москве, поэтому для меня это очень важный сбор, это очень играет на развитие наших детей. И они, конечно, очень прибавляют за этот сбор и так радостно смотреть за их успехами, как они чему-то новому учатся. И, надеюсь, в будущем они будут благодаря этим сборам прославлять нашу республику. «Сборы проходят очень продуктивно, приехали лучшие специалисты со сборной России. Очень трудно, сейчас все входят в форму. Алина Андреевна очень опытный тренер, она многое прошла, многое знает, и она очень мудрая, она знает все тонкости, все секреты, как здесь сделать, как по-другому». По данным Всемирной туристской организации ООН, до 2020 года Китай был одним из мировых лидеров в сфере выездного туризма. Из-за пандемии многие столкнулись с трудностями при оформлении выезда за границу, однако сейчас Китай заявил о возобновлении групповых туров по 78 зарубежным направлениям. В их числе такие популярные среди китайских туристов страны, как Япония, Австралия, Великобритания и США. Китайские туристические агентства фиксируют стремительный рост количества запросов на выезд за рубеж и бронирование мест в гостиницах. А теперь об этом более подробно. В Симыне будущие туристы выстроились в очередь, чтобы продлить свои документы для выезда за границу. Местные власти рапортуют, что с начала года от жителей города поступило уже 30 тысяч таких заявлений. Показатель вернулся к допандемийному уровню. После нескольких лет перерыва и закрытых границ из Китая открываются всё новые международные авиарейсы, а цены на билеты на фоне роста предложения снижаются. Я монетолила стоимость авиабилетов в Манилу. Сейчас цена приемлемая – около 4 тысяч юаней. Поэтому я решила поехать туда со своими друзьями. Авиакомпания Симын Эйрлайнс увеличивает количество международных рейсов. Сейчас их уже более 300 в неделю. Даже по сравнению с прошлым месяцем показатель вырос на целых 20%. С марта наша авиакомпания первая в Китае возобновила ежедневные рейсы по маршруту Симын-Бари. Мы также добавили новые рейсы в такие города, как Сианган, Ауман, Манила, Сингапур и другие. Эксперты говорят, что восстановление спроса на выездные путешествия в Китае будет способствовать росту доверия китайцев к мировой индустрии туризма, подорванному из-за ковида. По данным Всемирной туристической организации ООН, до пандемии Китай по выездному туризму был одним из основных лидеров в мире. В 2019-м китайские путешественники потратили 255 миллиардов долларов. Это почти 20% всех расходов на международный туризм. Дзян Си, Си Джи Тян Дзян Си, 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 Си. Дзян Си, Си, Си.